Чуть более 5 миллионов тонн зерна уже собрали аграрии. Осталось еще 7% площадей. К завершению подходит и заготовка кормов. И здесь также важно качество. Особенно для сельхозпредприятий, которые ориентированы на производство продукции животноводства. На необходимости использовать современные методы в кормозаготовке не раз акцентировал внимание президент. Но на местах это не везде понимают. У кого-то в хозяйствах не хватает сенажных траншей, кто-то не спешит воспользоваться стрейч-пленкой, работая по старинке. Наш корреспондент Андрей Ястребов проехался с инспекцией по Могилевскому региону. Почти 300 гектаров брошенных полей с кормами. Трава здесь уже давно превратилась в солому. Руководитель сельхозпредприятий, которому и принадлежат, на дело убеждает, ничего страшного. Мол, кормов и без того заготовлено немало. А эти растут седьмой год на одном месте. Вроде и потерь никто не понес. Но о глазке проблемы все же оказались не рады. Конечно, некрасиво получилось. Мы попробовали здесь косить, вы видите. Мы попробовали и посчитали экономическую эффективность. И нам показало, что неэффективно нам косить эту траву. Бьем технику, бьем дорогостоящую косилку, отвозки, перевозки. Но специалисты госконтроля рассмотрели в проблеме гораздо больше размах. В том числе просчеты в подготовке техники и самой земли. В этом хозяйстве из 250 гектаров заготовленного сена, ветлаборатория признала, отнесла ко второму классу 150 тонн. То есть больше половины. Точно так же и с сенажом. Хотя требования президента не ниже первого класса. От дедовского способа хранения кормов в буртах здесь тоже пока избавиться не получилось. Хотя и вынужденная мера. На старой ферме остались телята. Переселение не за горами, не строит же новую сенажную яму, говорят в хозяйстве. Она 37-38 год. Она старая. Здесь конно-ручные работы. Ям здесь нету силостных. И никогда не было. И для того, чтобы нам сделать немножко к зиме пересортировку скота, мы положили временно бурт. Мы его осенью съедим. В хозяйстве вендора, что ситуация иная. Под корма здесь отведено гораздо больше площадей. Свыше 3000 гектаров. Из них полтысячи под кукурузу. А это и зерно, в том числе и для продажи. И зеленая масса для ферм. И кукуруза, однолетняя трава, многолетняя луговые угодья. А зима на зеленый корм. Таким образом, мы обеспечимся 100% всеми видами кормов. За исключением одного. Закупаем семена люцерна для посева. Полутора годовой запас кормов для крепких хозяйств, для которых производство продукции животноводства остается главным источником дохода. Это словно подушка безопасности, чтобы даже капризное лето не остановило уже отлаженный технологический процесс. Это касается как и многолетних, так и злаковых, бобовых культур. Чтобы в дальнейшем иметь и получать высококонцентрированное корма, сбалансированный по белку. Чтобы получить более рентабельное молоко и говядину. Чем накормишь, то и получишь. И такой хозяйский подход отражается на экономических показателях предприятия. Уже который год здесь плюсуют и в производстве мяса и молока, приближаясь к европейским надоям. 7 тысяч литров от одной буренки. Почти 80% нашего дохода мы получаем от реализации молока и мяса. Значит, в среднем доход от молока в пределах 300 тысяч рублей, от реализации мяса в пределах 100 тысяч рублей в месяц. А это и возможность для роста заработной платы, для развития самого предприятия. В этом году здесь приобрели два новых зерноуборочных комбайна Полесье, большегрузные массы для перевозки и два энергонасыщенных трактора. А значит, ни корма, заготовка, ни жатва не принесут потерь. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, Могилевский район.